Это неважно. Идея в том, что этот контракт может воспринимать доказательства того, что человек обладает файлом. То есть в тот момент, когда прошло полгода, и, например, тот, который хранит, потерял этот файл, он не может подтвердить, что он достойный денег. Поэтому деньги возвращаются мне, и штраф тоже отмечают от него. Если он предоставляет доказательства, то он получает все свои деньги и радуется. Файл может стереть. Поскольку это смарт-контракты и облегчение, вполне мы можем сделать их смарт-проперти. То есть такими штуками, которые можно друг другу перепродавать. Например, я храню файл. Точнее, я отправил в свою сеть файл на полгода. Заплатил за полгода. Через три месяца я понимаю, что это ерунда. Нужно стереть. Я покупаю этот контракт достаточно стоимость. Ну, и я заплатил там не за полгода, а чуть-чуть меньше. Ну, и вот таким образом, поскольку люди могут торговать этими контрактами, обязательствами хранить файлы, может формироваться ровнорестная цена за хранение файлов. Можно искрить уже сам? Да. Короче, Виталий Бутерин слезно ел, что сволочи из Dropbox берут 70 долларов, если тебе нужно хранить 100 гигабайт и больше. Ну, если ты воспользовался Dropbox, то вы знаете, что он дает тебе чуть-чуть, как и любая, например, девочка. А чтобы было больше, то нужно больше заплатить. Ты просто не популярен. Соответственно, значит, тебе нужно платить 70 долларов или бизнес тариф, я не помню, сколько долларов надо платить. Виталику было грустно и одиноко от этого. Ну и понятно, что если посмотреть, если вы когда-нибудь видели фотки из офиса Dropbox, то там главный кабинет SEO Dropbox является точной копией овального кабинета главы Белого дома США. И в самом деле понятно, что они не просто так. Какие-то бабки они отгрохали, Dropbox молодая компания, они отгрохали на ваши игровые деньги, которые им заплатили. Вы за эту переплату, вот это, говорит Бутерин. И он предлагает следующий solution. Он говорит, что давайте ваши дорогие данные, не домашние видео, но, значит, ваши тексты и файлы, ваши все, что вы храните на Dropbox, давайте раскидаем анонимусом и будем платить анонимусом криптовалюту за то, что они хранят это у себя на компьютере. Таким образом, анонимусы будут зарабатывать на этом. И цена, на самом деле, будет market-driven, то есть определяться исключительно сбросом и предложением. А поскольку место на жестких дисках, вообще говоря, такой ресурс слабо используем, его до хрена вообще-то у каждого человека, свободного места, то каждый из нас может зарабатывать и тем самым цена будет невысокой. Ну, потому что... Что еще? Окей, хорошо. Почему не работа с стандартным моделем? S-I-A, 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 D-E-C-H, S-I-A, S-I-A, In-the-C-H, D-E, 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 я знаю сервис торч . его он работает там тоже оплаты крипто сейчас многие компании представляют